МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Масштабный ремонт дворов продолжается во Владивостоке. По губернаторской программе в порядок приведут более 300 придомовых территорий. Молодцы, ребята. Я мне радостно даже за людей. Люди идут и довольны. Все говорят, вот у вас двор такой хороший будет. Прививка – дело добровольное. К чему должны быть готовы родители, малышей и школьников? Мы, в принципе, живем в вакцинзависимом мире. У нас очень много инфекционных заболеваний, которые протекают крайне тяжело. Попробуй на себе. Журналисты восьмого канала решили узнать, каково быть каякером. Погнали. Ничего тут страшного нет. Вау! Также в выпуске. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер. В Примурье объявлено штормовое предупреждение. Еще раз скажем, генеральная прокуратура наложила арест на расчетные счета предприятий группы «Восток Цемент». Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Штормовое предупреждение объявлено в Примурье из-за циклона, сообщил Примгидромет. В четверг ночью, а также в пятницу прогнозируют дожди. Местами очень сильные. За 12 часов может выпасть до 50 мм осадков и более. Ночью в субботу очень сильный дождь сохранится на побережье Тернейского района. Дожди могут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром. На реках ожидается формирование дождевых паводков. Вода может подняться до двух метров. Возможно подтопление низменных территорий. Наиболее паводко опасны районы Чугуевский, Дальнегорский, Кавалеровский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, Чугуевский, Анучинский и Красноармейский. По информации Краевого МЧС, сильные дожди могут привести к росту количества дорожных аварий, подмыву опор мостов, подтопление и размыва дорожного полотна, а также нарушением энергоснабжения с боем в работе коммунальных систем. Проект «Тысяча дворов» заглянул на улицы Котельникова и Жигура. Губернаторская программа по обновлению придомовых территорий позволяет вести индивидуальный подход. По некоторым адресам, помимо нового асфальта, жители получают и расширенные парковки. Подробнее расскажет Максим Яковлев. 12-й дом на улице Котельникова был сдан еще в 1974 году. С тех пор придомовая дорога капитально не ремонтировалась ни разу. А теперь здесь вовсю идут работы по обновлению асфальтобетонного покрытия. Губернаторская программа «Тысяча дворов» продемонстрировала индивидуальный и внимательный подход к каждому отдельному случаю. Сумма была ограничена, и нам администрация города помогла, чтобы увеличить для требуемой сметы размер финансирования. И в результате мы смогли учесть много таких нюансов, которые здесь необходимы именно для нашего двора. Это, например, расширение парковочной зоны. Ремонт в рамках проекта «Тысяча дворов» уже завершился по 35 адресам. Еще по 11 ведется финальный этап. Подрядчики готовят документы для сдачи выполненных работ. Сейчас помимо Котельникова ремонтируют, например, и придомовую территорию Ножигура-42. Местные жители были особенно рады появлению рабочих на своей улице. «Молодцы ребята. Прямо мне радостно. Даже радостно за людей. Люди идут и довольны. Все говорят, вот у вас сбор такой хороший будет». «Сняли старое асфальтобетонное покрытие, бордюры, выставили новую линейку с двух сторон, расширили парковочные места для автомобилистов. И при наступлении благоприятных погодных условий будем производить асфальтирование придомовой территории». Как рассказывают специалисты, по каждому адресу, где жители проголосовали за асфальтирование, были направлены субсидии свыше 1 миллиона рублей. Однако не всегда получается уложиться в выделенную сумму. Чтобы благоустройство было комплексным, а асфальтирование не прерывалось на середине придомовой дороги, по распоряжению главы Владивостока были изысканы дополнительные средства в размере 20 миллионов рублей. Их направили дворам дополнительно. К слову, в ходе реализации программы «Тысяча дворов» сталкиваются жители и с проблемами. Так, возле дома по Кирово-8 во Владивостоке ремонт начали несколько недель назад. Жители Кирова рассказали, что за несколько дней подрядчик успел привезти только щебень и новые бордюры, а потом пропал с объекта. Вот уже несколько недель раскопанный двор представляет опасность. В администрации города уточнили, что работы действительно пришлось остановить. Во время производства появилась внушительная течь грунтовых вод. И пока ее не устранят, асфальтировать и укладывать бордюры невозможно. Сейчас подрядчик рассчитывает варианты, возможно ли завести течь в ливневку, либо придется устанавливать дополнительные дренажи. В мэрии также отметили, что исполнители работ нанимают по этой программе управляющей компанией или ТСЖ. Они же заключают с компаниями договор. Дом на Крыгина после серьезного пожара отремонтируют. Напомню, в среду в районе Эгершельда вспыхнула квартира на пятом, последнем этаже в жилом доме по Крыгина-74. Огонь перешел на крышу. Она выгорела полностью. Людей пришлось эвакуировать. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Деньги на ремонт крыши пообещали выделить из городского бюджета. Об этом рассказал глава Владивостока Олег Гуменюк, который прибыл на место происшествия вместе с пожарными и пообщался с погорельцами. Успеем хотя бы в короткие сроки начать работы по восстановлению этой кровли. Ну и будем смотреть сейчас по капитальному ремонту, не по капитальному. Сейчас жду как раз своих людей, которые мне смогут эти все вопросы подсказать и решить. И мы тогда жителям скажем, как будем дальше действовать. На месте пожара также побывали сотрудники предприятий электросетей, управляющей компанией и администрации района. Уже в ближайшее время будет посчитана стоимость ремонтных работ. У нас есть сэкономленные деньги и мы эти деньги сейчас в течение рабочего дня решим, как сделать так, чтобы мы эти деньги направили на ремонт вашей крыши, капитальный ремонт крыши без аукционов, это в режиме ЧАЭСа. И подберем компанию, которая максимально короткие сроки зайдет вам на ремонт, накроет эту крышу и будет делать как положено. Управляющая компания уже заканчивает разбирать остатки сгоревшей кровли и готовит ее к восстановлению. На месте также работают представители подрядной организации, которая вскоре займется ремонтом. Бывшим сотрудникам завода «Радиоприбор» в Приморье продолжается выплата задолженности по заработной плате. Всех, кто пока не подписал соглашение, приглашают обратиться в Департамент труда и социального развития. По последним данным, 936 бывших сотрудников завода обратились с документами и подписали соглашение. Общая сумма составила 121 миллион рублей. За получением выплаты ожидают еще 147 человек, сообщили в департаменте. Специалисты подчеркивают, чтобы получить выплату задолженности, необходимо обратиться в департамент на Пушкинской, 13. При себе нужно иметь паспорт, копию паспорта и заполненное заявление на выплату. Напомню, правительство направило Приморью почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по радиоприбору. Ранее в Кабинет министров с просьбой о предоставлении дополнительного финансирования обратился глава региона Олег Кожемяка. Тем временем судьбу работников завода «Радиоприбор» могут повторить еще 5000 дальневосточников. 20 июня стало известно, что Генеральная прокуратура через Басманы районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий группы «Восток Цемент», выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3 миллиардов рублей в рамках дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева. Это в частности «Спаск Цемент», Владивостокский бутащебеночный завод «ДВ Цемент» и ряд предприятий холдинга. Сейчас в холдинге трудится порядка 5000 человек. В каждой тонне цемента и щебня кубе бетона заложен колоссальный труд всех сотрудников группы компаний. Руководство «Восток Цемента» подчеркивает, арест счетов предприятия неизбежно приведет к невозможности выполнения обязательств перед поставщиками, выплаты зарплаты работникам заводов и соответствующих налоговых платежей. Конечный итог подобного положения – остановка предприятий и увольнение сотрудников. 5000 семей могут остаться без средств к существованию. Это повлечет за собой рост социальной напряженности на территории Приморского края, а также Еврейской автономной области и Республики Саха. Кроме того, это негативно скажется на всей строительной отрасли Дальнего Востока. И далее к другим темам. Лето – особо канительный сезон для тех родителей, которые готовятся осенью отправить своих отпрысков в детский сад или первый класс. Заявления, сбор документов и прививки. Сейчас вакцинация детей – дело добровольное. А вот к чему должны быть готовы родители и что в этом плане предусматривает законодательство – в нашем следующем сюжете. Росздоровый ребенок сделали прививку, стал инвалидом. Подобных историй сотни, если не тысячи в любых социальных сетях. Мир разделился на прививочников и антипрививочников. Одни убеждают – последствия от инфекций, против которых проводится вакцинация, гораздо страшнее самих прививок. Другие считают, вакцинация заведомо калечит здоровых детей. Мы, в принципе, живем в вакцинзависимом мире. У нас очень много инфекционных заболеваний, которые протекают крайне тяжело, либо со осложнениями, либо со смертельными исходами. Дети, очень иммунитет, вернее, детей, он не сформирован настолько, чтобы бороться с теми или иными инфекционными заболеваниями. Именно поэтому мы и делаем прививки. У Николая Куницкого двое детей. Прививки в этой семье дочерям не делают. Я не уверен, что, когда детям делают прививки, каждой мамочке рассказывают о том, что могут быть какие-то последствия этой прививки, что что-то там какие-то. 157-й федеральный закон, редакция от 2018 года, говорит, что граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации необходимости профилактических прививок. В последствиях отказа от них, возможных пост-вакцинации, то есть осложнений. Сегодня Николай не делает своим детям даже пробу манту. Считает, его дочери вырастут здоровыми и без вакцинации. Отказ от вакцинации оформляется в письменном виде. Врач обязан проинформировать обо всех последствиях, которые могут ожидать непривитого ребенка. Родители должны принимать решение обдуманно. Вся ответственность за здоровье малыша в этом случае ложится на его представителя. Каждый родитель решает сам проводить вакцинацию или не проводить вакцинацию. В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике у нас проводится вакцинация на добровольной основе, поэтому все родители подписывают согласие перед проведением иммунизации. В медицине есть такое понятие – поствакцинальная реакция, которая может возникнуть от 48 часов до 30 суток после проведения прививки. Врачи всегда предупреждают родителей о возможных последствиях вакцинации и рассказывают, как вести себя в поствакцинальный период. Это могут быть как местные, так и общие реакции. Например, незначительное повышение температуры тела. На сегодняшний день у нас поствакцинальное осложнение не регистрируется, за исключением редких единичных осложнений на вакцинацию против туберкулеза. По словам Евгении Воробьевой, ни одно осложнение, якобы вызванное прививкой, сегодня не подтверждено. Но есть такое понятие, как совпадение – развитие заболевания в поствакцинальный период. Перед каждой прививкой ребенка должен осмотреть врач-педиатр. И если нет никаких видимых признаков вирусной инфекции, он разрешает ставить ребенку прививку. Проводя вакцинацию, вирусная инфекция проявляется уже непосредственно в первый день, в первые двое суток после вакцинации. И поэтому получается такое совпадение именно разгар вирусной инфекции в поствакцинальном периоде. Но это не поствакцинальное осложнение. Это нет причинно-следственной связи между вакцинацией и развитием вирусной инфекции. Не пустить непривитого ребенка в детский сад или школу нельзя. Если родители решили полностью отказаться от вакцинации, их ребенок может спокойно посещать любые государственные учебные учреждения. У нас в соответствии с законом об иммунопрофилактике, таких детей мы допускаем в детские сады. Но только в том случае не допускается, если в детском саду идет на данный момент вспышка того инфекционного заболевания, против которого ребенок не привит. Что касается других инфекций, например, полиомиелит. Есть дети, которые не привиты, и есть дети, которые получают живую полиомиелитную вакцину в соответствии с нарушенным графиком вакцинации. Это не значит, что нарушается какое-то законодательство. То есть все дети точно так же прививаются в соответствии с национальным календарем, по схемам, все как положено. Ну, были какие-то на то причины. Это медицинские отводы или также отказы. И родители определились, что к этому времени начнут прививки делать. И поэтому ситуация получается, что в одной группе оказываются дети непривитые и те, которые получают капельное введение живой полиомиелитной вакцины. Так вот, таких детей, которые непривитые в соответствии с санитарными правилами, в соответствии с законом, они отстраняются от коллектива на срок до 60 дней. Делать или не делать прививки детям – выбор каждого родителя. Главное помнить, в ваших руках самое дорогое – жизнь и здоровье маленького человека. А перед вакцинацией надо обязательно пройти осмотр врача-педиатра, а также сдать общие анализы – крови и мочи. Светлана Садовая, Алексей Заровный, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Не вполне понятная ситуация складывается в Приморье с выпуском касатов из Бухты Средней. Попробуй на себе. Журналисты восьмого канала решили узнать, каково быть каякером. Командный чемпионат края по бадминтону проходит во Владивостоке. Соревнование принял олимпиец. Сегодня с вами Юля Ракотская, и мы продолжаем. Не вполне понятная ситуация складывается в Приморье с выпуском касаток из Бухты Средней. Попробуй на себе. Журналисты восьмого канала решили узнать, каково быть каякером. Командный чемпионат края по бадминтону проходит во Владивостоке. Соревнование принял олимпиец. Не вполне понятная ситуация. Складывается в Приморье с выпуском касаток из Бухты Средней на сайтах местных информационных агентств. Появилась информация о том, что операция стартовала. Например, ТАСС сообщила, что специалисты Института рыбного хозяйства и океанографии в четверг начали операцию по выпуску первых двух касаток из Центра реабилитации. Отмечается, что сначала они попадут на базу для морских млекопитающих в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае. Оттуда их уже будут выпускать в Сахалинский залив. Очевидцы также сообщали, что в Бухте Средней рядом с вольерами работает автокран. На кадрах, опубликованных в интернете, также заметна крупная техника для перевозки. Между тем, никаких официальных заявлений о выпуске касаток пока не прозвучало. В то же время, по информации ВЛРУ от пресс-секретаря Института, млекопитающие все еще на месте. Работают ученые, которые разбирают дальнейшие вопросы маршрутов и сроков. Напомню, в Бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 касаток, выловленных для продажи в Китай. Однако три белухи, одна касатка пропали. Вопрос выпуска млекопитающих сейчас решается на уровне президента. Смертельно ядовитую рыбу-фугу выловили рыбаки в Приморье. Это не первый случай поимки тропических рыб в водах края. Однажды такой улов стоил жизни двум хабаровчанам. В 2010 году мужчины и женщины из Хабаровска, поймавшие фугу недалеко от острова Путятин, приготовили ее и съели. Сильный анафилактический шок привел к смерти обоих. А вот наши телезрители, любители рыбалки, предупреждают приморцев о другой опасности – акулах. Камера телефона следит за характерным плавником, который видят рыбаки с катера в акватории бухты Козьмина под находкой. А затем рыболовы демонстрируют улов, пострадавший от зубов морского хищника. И судя по тому, что осталась от достаточно крупной рыбы, акула настроена серьезно и пасть у нее немаленькая. Несмотря на то, что сельдевые акулы – характерные обитатели приморских вод, на человека, как правило, не нападают, но береженого, как говорится, Бог бережет. На днях город Арсеньев принимал, возможно, крупнейшие мероприятия по каякингу в регионе. Ежегодные соревнования со звучным названием «Катаклизма» в этот раз посетили и корреспонденты Восьмого канала. Специально для очередного выпуска передачи «Попробуй на себе» журналисты освоили греблю на каяках и поделились своими впечатлениями об этом необычном виде спорта. Добрый день, всем привет! Это, скажем так, внеочередной выпуск «Попробуй на себе», который случился спонтанно. В общем-то, не в рамках даже проекта, а в рамках нашей поездки с моим коллегой, спортивным журналистом Максимом Яковлевым. Под окрестности города Арсеньев, а точнее в тайгу, к реке, в болотистую местность, где мы, чтобы вы подумали, не были в походе, не отдыхали. «Мокрые комары». «Мне кажется, я потерял 2 литра крови». «Сильный дождь». «Обожаю комаров». «Сыро все-таки». Но снимали соревнования профессиональных каякеров. «Да!» «Браво!» 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 «Ребята из самых разных регионов Дальнего Востока, и не только, даже всей России, там были из Саратова, из Архангельска, я не помню и откуда еще, сотню людей из самых разных регионов страны приехали под Арсеньев, в тайгу. Называется эта штука «Катаклизма-2019». Итак, вся катаклизма заняла два дня. В первый день мы приехали, ставили палатку в ливень и, в общем-то, ждали следующего дня. И пока мы его ждали, неожиданно, организаторы предложили мне попробовать сесть в каяк, что я, собственно, и сделал. «За конец, дернул». «Дернул, все». Более того, они сказали, «А чего вы боитесь, Евгений?» «Я сел в каяк, первым делом мне показали, как надевать эту специальную форму». «Какой наряд, внимание». Мне объяснили, как правильно грести, то есть там определенным образом должны руки двигаться, плечи. Естественно, я ничего не понял. Сел в каяк и... Подниматься с виском и каяком не так просто. Грести нетрудно. Трудно ехать вперед. Подробнее о том, как прошла эта самая катаклизма, вы сможете узнать либо из спортивного сюжета Максима Яковлева, либо из документального мини-фильма, который мы готовим и который выйдет уже совсем скоро. Либо уже вышел на момент просмотра вами нашего проекта «Попробуй на себе». В ближайшие выходные в городе состоится большое количество культурных, познавательных, развлекательных мероприятий. Каждый сможет найти что-то по душе. А моя коллега Катерина Матвеева поможет сделать правильный выбор в традиционной рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. В театре молодежи состоится шоу в одном действии по пьесе Вадима Замараева «Хроники 30-го дела об исчезнувшем эликсире». История произошла в самый обычный день в лаборатории бытовых чудес, когда вдруг был похищен эликсир радости. Кто это сделал, как и зачем? За дело берется старший лейтенант Жора Холмогоров. Вместе со зрителями он раскроет преступления. Стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Начало в 11.00. Если вы хоть раз стояли на скейтборде, то главный день лета у вас впереди. Go Skateboarding Day состоится на набережной Цесаревича. В программе командное скольжение по грани, прыжки через мусорки с трамплина для юниоров, прыжки с трамплина для профессионалов и многое другое. Мероприятие продолжится у рампы на Русском острове. Вход бесплатный, старт в 12.00. Группа «Муми Тролль» представит акустический концерт «Вечерний чай» в Приморской краевой филармонии. Акустические концерты – редкий и уникальный формат жизни группы. Впервые «Муми Тролль» сыграл акустический концерт в Москве прошлой весной. «Вечерний чай» – название одной из песен «Муми Тролля» с альбома «Шамора», а «Вечерний чай» – безусловно, одна из самых камерных и душевных программ коллектива. Романтические баллады и знакомые хиты, которые хорошо спеть и послушать в теплой, приятной компании и в совершенно новом акустическом звучании. Кроме того, каждый музыкант «Муми Тролля» предстанет в роли целого оркестра, меняя образы и музыкальные инструменты, открываясь с новых сторон. Стоимость билетов от 4 тысяч до 10 тысяч рублей. Начало 18.00. Крупнейшее гастрономическое событие года состоится на водной станции ТОВ. Большой летний фестиваль «Ода-еда» пройдет в формате пикника. Организаторы обещают еду, музыку, спорт, уличное искусство и невероятные эмоции от программы. Гости попробуют блюда из фестивального меню, посетят гастрономический театр и мастер-классы, а также познакомятся с профессионалами ресторанной индустрии в лектории. Стоимость билетов от 150 до 200 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный. Билет действителен на два дня фестиваля. Время проведения с 12 до 22.00. Первый на Дальнем Востоке фестиваль юной книги «Фарватер» состоится в Владивостокском городском дворце детского творчества. Гостей ждет встреча с российскими и зарубежными писателями, художниками и издателями, а также творческие конкурсы для начинающих комиксистов и литераторов. В течение двух дней представители крупнейших профильных издательств, писатели, иллюстраторы и психологи проведут ряд конференций, мастер-классов, лекций и публичных дискуссий. Особое внимание будет уделено работе с подростками и их родителями. Так в открытой полемике на тему «Право быть собой» примут участие сами представители подрастающего поколения, а одна из лекций будет посвящена буллингу, травле в школе. Начало в 11.00, вход свободный. Кимоно-шоу пройдет в Доме ученых ДВО РАН. Темой кимоно-шоу в 2019 году стали «Мифы и легенды Японии. Божества, населяющие мир вокруг». Для зрителей подготовили 12 номеров, каждый из которых будет знакомить с культурой и традициями Японии. Всем желающим посетить мероприятие необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Начало в 15.00, вход свободный. Грандиозный праздник для молодых и активных жителей Владивостока «День М» состоится на набережной спортивной гавани. В программе развлекательные и образовательные площадки, спортивные треки, уютные места для творчества и, конечно, вечерний концерт. С самого утра можно будет позаниматься йогой на свежем воздухе, будут работать локации от лучших молодежных проектов города, на набережной установят шатер, где организуют локальные мероприятия. Также запланировано юмористическое шоу «Стендап» от проекта «Открытый микрофон» с участниками шоу «Камеди Баттл». Начало 8.00, вход свободный. Заключительным аккордом фестиваля культуры «Верокс Экспо» станет 3D-мэппинг на здании Далерпфтуза. Лучше всего шоу будет видно с центральной площади города. Участниками «Верокс Экспо» станут не только музыканты из разных стран. Программа включает в себя граффити, спортивные мероприятия, выставку, лекции, гастрономические вечера и многое другое. Основной музыкальной площадкой «Верокс Экспо» будет «Мумитроль Мьюзик Бар». Вход на все концерты свободный. Велопарад состоится во Владивостоке. Главная цель праздника – показать, что в городе должна быть альтернатива автомобильному транспорту, привлечь внимание к тому, насколько плохо развита пешеходная сеть во Владивостоке и, как важно, иметь возможность перемещаться по городу, как на велосипеде, так и будучи пешеходом, не боясь за свою жизнь. Место проведения – проспект Красоты. Движение от кольца фуникулера до спуска на Шефтмере станет велосипедно-пешеходным. Фестиваль «Велосипед в городе В» проходит уже в 11 раз. Время проведения – с 9.00 до 21.00. Вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. И далее к новостям спорта. Во Владивостоке набирает ход командный чемпионат края по бадминтону. Второй этап этих крупных соревнований прошел в спорткомплексе «Олимпийц». Там за победу боролись целые коллективы, представляющие школы, компании и даже спортклубы. Подробности расскажет Максим Яковлев. Командный чемпионат края по бадминтону начался еще весной. Эти важные состязания в приморском календаре проходят в четыре этапа. Очередная такая встреча мастеров и любителей ракетки прошла на днях в спорткомплексе «Олимпийц». Победитель будет определяться по итогам четырех туров, в зависимости от того, какое ты место занял, в первом, втором, третьем, четвертом. Но если потребуется, как, кстати, в прошлом году так и было, еще был суперфинал. Когда команды набирают одинаковое количество очков, то мы потом еще делали суперфинал, чтобы разыграть тоже все-таки первый. Сражаются бадминтонисты как по одиночке, так и в парах, но любой результат идет в общую копилку города или клуба. Этот турнир разделяет всех участников на три лиги – А, Б и С. Если в А самые опытные и старшие игроки, то, например, в С – молодые, но перспективные новички. Мне очень интересно играть. Это азартная игра, быстрая. Вот так вот потихоньку можно подниматься на ступеньку выше и занимать уже на каких-нибудь таких выездных соревнованиях первые места. Командный формат добавляет особой ответственности перед игроками. Бьешься не только за себя, но и за общую копилку своего коллектива. А он, к слову, может быть собран из любых друзей, знакомых и даже коллег по работе. Мы уже минимум три года одним составом играем. В прошлом году мы были чемпионами в Лиге Б. В этом году хотим повторить результат. Стремимся к этому. У нас на Даль-Приборе есть свой спортзал, поэтому мы тренируемся еженедельно. Эти игровые встречи также являются проверкой кандидатов на предстоящие важные соревнования. Уже этим летом приморцы покажут себя сначала на спартакеаде учащихся России, а затем в ежегодном профессиональном турнире Russian Open, который, к слову, пройдет здесь, во Владивостоке. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ливни, грозы, град и шквалистый ветер. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Масштабный ремонт дворов продолжается во Владивостоке. По губернаторской программе в порядок приведут более 300 придомовых территорий. Генеральная прокуратура наложила арест на расчетные счета предприятий группы «Востокцемент». Крышу в кратчайшие сроки пообещали отремонтировать по горельцам на крыги. На деньги выделят из городского бюджета. Выпускают или нет? Очередная запутанная информация появилась в интернете относительно косаток в бухте Средней. Командный чемпионат края по бадминтону проходит во Владивостоке. Соревнование принял олимпиец. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Многие приморцы любят и с нетерпением ждут лето. Это настоящего, с жарой. Чтобы девушки наконец-то надели короткие юбки и легкие платья, а вообще вышли на пляж в бикини. А все потому, что молодые стройные девушки нравятся всем. И даже осьминогам. Сценарий милого знакомства, которое произошло у трех американок на Гавайях, вполне может повториться и в акваториях Приморья. К слову, морские биологи предупреждают, что осьминог может схватить человека достаточно крепко и долго не отпускать. На девушек и на их лучших друзей в океане смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.